МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами Марина Романюк, ведущая информационной программы «Неделя города». Смотрите в выпуске. Талант, мастерство и ответственность. Накануне Дня народного единства Павел Малков вручил рязанцам госнаграды. Ленты единства. Сотрудники Росгвардии вышли на улицы Рязани. Вышли на боевое дежурство. Гараж регионального МЧС. Пополнили два спецавтомобиля. Накануне Дня народного единства губернатор Павел Малков вручил рязанцам государственные и региональные награды среди награжденных работники образования, культуры, строительного комплекса, ученые, врачи, руководители предприятий, пожарные и студенты. В зале торжественных приемов правительства люди самых разных профессий. Строители, аграрии, спортсмены, учителя. Но всех их объединяет одно. Они профессионалы своего дела. Об этом говорил рязанцам Павел Малков накануне Дня народного единства. Вас уважают. Ваш труд делает Рязанская область сильнее. И именно с вашими именами связано дальнейшее развитие региона. Ваш опыт, знания, мастерство очень нужны стране, заявил он. Сегодня наше российское воинство стоит на защите Отечества в зоне специальной военной операции. Но все остальные помогают во всем, чем только могут. И в том числе своим добросовестным трудом. И сегодня вот здесь в зале собрались люди, чьи усердия, чьи заслуги, таланты, достижения отмечены государственными и региональными наградами. Федеральные и региональные награды получили более 30 жителей региона из разных муниципальных образований. Трое сотрудников завода «Красное знамя» были удостоены медали ордена «За заслуги перед Отечеством второй степени». Представителям образования, культуры, промышленности вручили знаки отличия великого князя Олега Рязанского «За заслуги перед Рязанской областью, за наивысшие достижения и благодарность от земли Рязанской». Наградами также отметили победители и призеров 22-х молодежных дельфийских игр России, воспитанников детских школ искусств региона, студентов художественного училища и их наставников. Росгвардейцы провели патриотическую акцию, посвященную Дню Народного Единства. Сотрудники вневедомственной охраны регионального управления Росгвардии присоединились ко всероссийской акции. Горожанам раздавали ленты «Триколор». Здравствуйте. В преддверии Дня Народного Единства мы вручаем ленточки. Ну, спасибо. Держите. Небольшую ленту «Триколор» сотрудники Росгвардии раздают в преддверии Дня Народного Единства. Акция эта уже традиционная, проходит на центральных площадях города. Сегодня сотрудники вышли на аллею Росгвардии. «Триколор» как символ единства и сплоченности многонационального народа нашей страны. Акцию на этих выходных проведут в разных районах города. Сотрудники Росгвардии будут вручать ленточки с российским «Триколором» и буклеты с надписью «Своих не бросаем» в поддержку участников специальной военной операции. В гараже региональной службы МЧС теперь на две единицы спецтехники большие машины приобрели по федеральной программе. Они оснащены всем необходимым современным оборудованием. На боевое дежурство пожарно-спасательные автомобили уже заступили. Пожарная автоцистерна – машина первой помощи. Это подарки центрального аппарата МЧС России региональным огнеборцам. В каждой – аварийно-спасательное оборудование и системы тушения пожаров. Эти автомобили, чем хороши? Для городской застройки они имеют короткую базу, то есть довольно маневрировано у них движение, скажем, они могут по дворам проезжать. У нас такая проблема есть в Рязани. То есть заставленные дворы, особенно в ночное, вечернее время. Такая техника, она более юркая, скажем, между дворами проехать. Ну, как бы и каждый из этих автомобилей обеспечен так называемый ствол высокого давления. Ствол-распылитель высокого давления позволяет при небольшом расходе воды тушить эффективно. Кстати, объем цистерн у этих машин разный – 800 литров и 4 тонны. Связано это с тем, что автомобиль первой помощи ориентирован больше на спасательные операции, где очаги обычно небольшие. Вторая же машина как раз для тушения пожаров в большой площади, в том числе и индустриальных и природных. Давно изобрели уже пенообразователь, который как бы обволаки вот этот покрывает зеркало, нефтепродукты пеной и тем самым прекращает горение. Доступ кислород прекращается, горение прекращается. Пожарно-спасательные машины уже заступили на дежурство. И в ближайшее время пройдут боевое крещение. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Новость, которая прогремела на всю Рязань. В микрорайоне Недостоева был убит начальник отделения службы судебных приставов по Рязани и Рязанской области Сергей Калужский. Киллер подкараулил его при выходе из магазина и открыл огонь. Предположительно, из автомата Калашникова. Валерий Седов выяснял подробности. Это первое и пока единственное видео с места убийства 35-летнего Сергея Калужского, начальника службы судебных приставов. Рядом свидетели, скорее всего, соседи. Делятся тем, что видели. По предварительной информации, убийство произошло на этом самом пустыре. Киллер настиг Калужского на полпути из магазина. Последний возвращался домой. В руках пакет, пятилитровая бутылка воды и канистра. Убийца сделал три выстрела. Пули попали в живот, грудь и в голову. Следователями и криминалистами произведен осмотр места происшествия, изъяты гильзы, записи с камер видеонаблюдения. Назначены необходимые экспертизы. Допрошены родственники и соседи потерпевшего. Проводятся иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лица, причастного к совершению убийства. Известно, что гильзы калибра 5,45 подходят и к Сайге, и к автомату Калашникова. В сети даже появилась версия, что убийство совершил человек, у которого есть спецподготовка или даже боевой опыт. Оружие на месте убийства киллер не оставил. Местные жители утверждают, что видели невысокого человека в балаклаве и темной одежде. После стрельбы мужчина убежал в поля. Уже появилась информация, что по подозрению в убийстве Сергея Калужского рассыскивают мужчину ростом 160-170 сантиметров, одетого в черное и передвигающегося на велосипеде. С собой у него может быть ружье. Сергей Калужский родился 1988 года. Начал работу в ГИБДД, после перешел в управление Федеральной службы судебных приставов. Совсем недавно возглавил отделение службы судебных приставов по Рязани и Рязанскому району. Калужский был женат, у него остались двое детей школьного возраста. По материалам комсомолки, 2 ноября Сергей Калужский должен был находиться в Октябрьском районном суде в качестве административного ответчика по нескольким телам. По информации издания, претензии по работе судебных приставов, согласно материалам суда, предъявлены коллекторскими агентствами Москвы и Московской области, Ростова-на-Дону и Челябинска. В четверг должны были состояться очередные слушания по искам об оспаривании решений и действий бездействия судебного пристава. Сейчас в СМИ появилась информация, что по делу об убийстве Сергея Калужского допрашивают сотрудников компаний истцов-коллекторов, которые судились с убитым. Есть еще версия, что киллер может быть одним из должников, у которого приставы списали деньги. В Рязанском микрорайоне Шлаково есть очень необычный дом. Если смотреть на карту, то таблички у этого строения на Северном переулке вы не найдете. Потому что аварийное общежитие уже давно должны были переселить. Лет 15 назад. Но сегодня здесь по-прежнему живут люди, которые уже устали ждать. Разводы на потолке, ветхие двери и стены отсутствия отопления. По словам жильцов, дом номер 6 в Северном переулке признали аварийным еще в 1987 году. Постановление о расселении появилось на дверях подъезда только в 2009. Правда, новые квартиры дали не всем. И этот дом-призрак, которого уже даже нет на карте города, все еще населяют живые люди, вынужденные приспосабливаться к нечеловеческим условиям. Наш дом очень старый, почти уже половину расселили нас. Остались мы как хозяева, приватизированные. У нас тут проблема идет с канализацией, с отоплением. У нас порвало трубу отопительную. Застройщику звонили, он сказал, что у него нет денег на нас, чтобы нас расселять. Холодно здесь уже неделю. Ремонтировать за свой счет отопительную систему слишком накладно. Чтобы согреться, включают газ. Здесь он горит круглосуточно. Правда, есть риск задохнуться. Приходим греться до кухни. У меня в семье дочь многодетная, у нее четверо детей. У сына двое детей, все несовершеннолетние. У дочери старшая дочь, она взрослая уже как бы. Но суть в том, что нас обещали расселить, не расселили до 1 октября. Потом сказали, что продлили. Правда, конкретных сроков, когда оставшихся жильцов расселят, застройщик не дал. Отговорка одна – нет средств. На телефонные звонки его представители не отвечают. Видимо, ищут деньги. Тем временем, два похожих дома в Рязани уже снесли. Этот пока стоит. Получается, стоит незаконно. Тем временем, жители уже готовят коллективное письмо в прокуратуру, чтобы как-то ускорить процесс переселения. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В Рязани проводят комплексные работы по ремонту контактной сети троллейбусной линии. Заместитель главы администрации Рязани Михаил Ромодин и директор МУП управления рязанского троллейбуса Андрей Суханов проинспектировали участки контактной сети, на которых ведется замена проводов. Замена контактного провода прошла от пересечения с Первомайским проспектом до Третьей школы. Полностью замена контактного провода на полном исчислении два провода. Сегодня планируется подвесить и заменить провод от Третьей школы до пересечения с улицы Гагарина. Данные работы будут выполнены. На улице Дзержинского масштабное обновление троллейбусных сетей. Работают ремонтники в основном ночью, чтобы не нарушать графики движения. Замене подлежат провода и опоры на центральных улицах города, где износ контактной сети самый большой. В списке улицы Маяковского, Циолковского, Соборная, Ленина, площадь Театральная и Первомайский проспект. Срок окончания работ – конец года. В этом году благодаря поддержке правительства Рязанской области выделено более 70 миллионов рублей на данные работы. Будет заменено более 20 километров контактного провода в однопутном исполнении, а также несущие части. Спецчасти меняем исключительно по необходимости, так как приоритет отдан на замену аварийного провода. Кроме того, на улицах будет покрашено 308 и заменено 16 опор. Как сообщил Михаил Рамодин, главная задача сейчас – минимизировать количество обрывов контактной сети. Замену спецчастей для увеличения скорости прохождения поворотов троллейбусами в этом году проводить нецелесообразно, поскольку это приведет к значительному удорожанию стоимости работ и к снижению общих объемов. Их поменяют уже в следующем году. К предстоящим метелям и заморозкам коммунальные службы готовы. Ну или почти готовы. В Рязани парк автотехники вырос до 120 единиц, еще 20 скоро выйдут из ремонта. По договоренности с одной из строительных компаний в дирекцию благоустройства дополнительно перейдут 17 механиков и 20 водителей. К предстоящим метелям и заморозкам коммунальные службы готовы. Ну или почти готовы. В Рязани парк автотехники вырос до 120 единиц, еще 20 скоро выйдут из ремонта. По договоренности с одной из строительных компаний в дирекцию благоустройства дополнительно перейдут 17 механиков и 20 водителей. Это и комбинированные дорожные машины, и погрузчики, трактора, и грейдеры. На грейдерных трестепенных улиц и улиц, которые находятся в частном секторе, мы уже заключили отдельный контракт. Сейчас в течение 10 дней мы также будем заключать контракт на уборку тротуаров, на вывоз снега, в том числе и снега с остановок общественного транспорта, городских площадок, готова уже песко-соляная смесь в 13 тысяч. Всего нам надо будет заготовить 23, но контракты у нас уже все заключены. То есть песко-соляную смесь мы готовим. По уборке дворовых территорий городские власти рассчитывают на взаимодействие с управляющими компаниями. А там, где их нет, это примерно 125 домов, городские службы будут мониторить состояние самостоятельно. Павел Малков, вспоминая прошлый год, обратил внимание на главную напасть той зимы. Виталий Евгеньевич, нам в этом году с вами надо особый упор, особое внимание обратить на тротуары, потому что в прошлом году мы с дорогами-то научились справляться, а на тротуарах была беда. Помню огромное количество негативных отзывов, которые, ну понятно, еще усугублялись тем, что погода не совсем стандартная, большое количество ледяных дождей. Но у нас нет оснований думать, что в этом году может быть не так. То же самое будут и гололеды, будет самая разная погода, поэтому на тротуары особое внимание. В целом же по области, судя по докладу профильного министра, к зиме готовы все. Цифры бодрые. 724 единицы техники, почти 100 тысяч кубометров песка, 14 тысяч тонн соли. Но это все предварительно. Впрочем, что касается региональных дорог, а их протяженность в области 4,5 тысячи километров, то здесь все вроде как учтено. На обслуживание и содержание участков этой зимой выйдут 447 единиц техники. Противогололедных материалов потребность составляет 300 тысяч тонн песко-соляной смеси. По факту в наличии 200 тысяч тонн, чуть больше 200. И хлориды потребность составляет 1600 тонн и наличие 140 тонн. Считаю, что у нас все мероприятия, согласно запланированному графику, ведутся. Первый звоночек предстоящих снегопадов был 26 октября. По словам Павла Супруна, дорожники его ждали, отработали правильно. По крайней мере, ни одного ДТП по вине дорожных служб с того времени не случилось. А самое главное, обошлось без погибших. Скандал в соцсетях по поводу якобы больших очередей в новом онкодиспансере получил внятное разъяснение от министра здравоохранения региона. Александр Пшеников на вопрос губернатора всю процедуру поступления больных буквально разложил по полочкам. Весь сырбур разгорелся вот из-за этого фото в сети. На нем якобы доказательство больших очередей в новом онкодиспансере. Разгон этой темы в пабликах вызвал недоумение у регионального Минздрава. Понятно, что мимо этой темы не мог пройти и губернатор. Информационный вброс был тут же развенчан. Видеофиксация той очереди, которая была, на самом деле, это тепловой карман. И это не кабинет был никакой. Это люди приехали просто до открытия онкоцентра. И охранник их запустил для того, потому что на улице был дождик. И они это отфиксировали. А следующее, то, что появилось в СМИ, это фотографии онкоцентра в старом здании. Это даже не новое. По правилам онкодиспансера, вновь прибывшие пациенты сдают анализы, по которым принимается окончательное решение, проводить химиотерапию в этот день или нет. На этом акцентировал внимание губернатор Александр Пшенников. Рисковать жизнью больных врачи не будут. Проведение химиотерапии – это нерелевант на забор крови, на глюкозу. И для того, чтобы начать проводить, мы все равно должны убедиться в ее безопасности. Поэтому, если по анализам лаборатории пациент не подходил для этого, то в любом случае этот момент оттягивается вправо до полной фиксации того, что это ему безопасно. Поэтому вот здесь мы работаем над этим моментом. Есть у нас определенные сложности, в частности по понедельникам, когда у нас то же самое, если мы можем оформить госпитализацию в течение дня на лечение, то мы получаем 80% пула госпитализированных пациентов в одно время, это 8 утра. И это ситуационная очередь, с которой мы работаем. Основная задача – нам максимально увести оформление истории болезни в цифровой формат. Всех пациентов без исключения врачи-онкодиспансеры регистрируют в специальной системе, где есть показания по 3 дням, 14 дням. Активнее станут работать районные больницы. К декабрю эта система должна заработать в полную силу цифровой формат. Снимет все даже подозрения на очередь. Но пока что есть легкая неразбериха. Впрочем, пациентов персонально убеждают приходить прямо к назначенному времени, а не за 5-6 часов до начала процедуры, чтобы не возникало той самой очереди. Улица Почтовая стала местом проведения выездного совещания руководства Рязанского УМВД. Основной вопрос – охрана общественного порядка. Участники выборочно навестили несколько досуговых заведений на улице Почтовой, где проверили работу тревожных кнопок и организацию охраны. Наши граждане должны знать четко и понимать, что в нашем городе безопасно. А те люди и граждане, которые проявляют себя негативно со стороны, значит, находясь в этих увеселительных заведениях, они могут проявить себя в других местах. Вместо рабочего кабинета – площадь Ленина. Но для полковника полиции Дмитрия Григорьева ничего необычного. Выездное совещание на Почтовый – шаг нестандартный, но весьма действенный. Доклады идут по очереди. Рейды, дескать, проводят парно пятница-суббота. Нарушители общественного порядка есть. Единственное – патрули бы увеличить. Улица Почтовая, улица Мюнстровская, улица Горького, улица Ленина, улица Соборная, это будет маршрут патрулированного наряда, отдельно с населезетного батальона. С учетом сложившейся вот этой обстановки, наряд дорожного патруса службы на вечернее и ночное время будет здесь на постоянной основе. Вся информация, опубликованная в средствах массовой информации о наличии какого-либо из транспорта, она проверяется. От доклада к докладу просьбы остаются те же. Увеличить бы патрули. Например, усилить сотрудниками из других районов и привлечь, например, тех же дружинников, чтобы рейды были совместные. А камеры видеонаблюдения будут в плюс. Участники совещания выборочно посетили несколько заведений на улице Почтовой. Там они проверили работу тревожных кнопок. Полиция напоминает гражданам, если вы стали очевидцами противоправных действий, прежде всего следует обращаться в органы внутренних дел для своевременного пресечения преступлений и правонарушений. Партнером программы является выставка продажи икра и рыбы камчатская. Свежие морепродукты к вашему столу. Рязанцы изготовили новые модели блиндажных печей. Волонтеры в Старой Кузне помогают нашим бойцам в зоне СВО с октября прошлого года. За это время на передовую отправили уже порядка двух с половиной тысяч печей. Умыть лицо и руки, вскипятить воду для чая, да и просто согреться. Новая печь от рязанских кузнецов сделана по технологии, вместившей в себя сразу несколько полезных функций. Вадим Дыкин рассказывает, с наступлением холодов такие вот устройства в блиндажах станут просто незаменимы. И вот в эту субботу мы взяли, во-первых, у нас новая печка была вот такая вот, большущая, вы ее помните. Стали делать маленькие. Первые попросили морпехи, ребят, каскадовцы. Мы им сделали маленькие. Она легкая, удобная в переноске, в перевозке, при передислокации. Ну а потом решили надеть на ее бак по типу бойлера. И сделали как для невысоких блиндажей, вот на горизонтальной, так и для высоких подвальных помещений. Печь с горизонтальным бойлером нагреет воду всего за полчаса. С вертикальным примерно за час. Каждая емкость объемом 40 литров. Конечно, кузнецы еще будут дорабатывать новую модель. Появятся и так называемые малолитражки. О том, какие печи в обиходе удобнее, расскажут сами бойцы. С ними связь здесь поддерживают постоянно. По словам волонтеров, в перспективе запустить производство как минимум на 25 таких вот конструкций в неделю. Правда, пока постоянных активистов в этой кузне всего пять. Чтобы нарастить объемы производства печей, нужны еще добровольцы. Я жил в частном доме в свое время, в деревне. Сварка, любой слесарный инструмент – это первое дело у нас. Все своими руками приходилось делать. Работал на предприятии, где постоянно работали сваркой. Сам сварщик сейчас на заводе работаю, вторая работа у меня сварщиками работаю. А в свободные выходные дни работаю здесь на благо. Помогаю, потому что на СВО надо помочь ребятам. И брат у меня там находится сейчас, в зоне боевых действий. Поэтому ради него и ради его пацанов помогаю. Помочь можно и материалами. Подойдут трубы разных диаметров, пустые газовые баллоны и просто металл. В старой кузне будут рады любой помощи. Ведь каждый здесь радеет за общее для нашей страны дело. Кристина Вочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». В Рязанской областной детской библиотеке стартовал уже второй по счету благотворительный сбор книг «Добро и радость». В августе этого года библиотеке удалось собрать 4000 книг. Все они отправились в Херсонскую область. Книги, констовары и детские игрушки. Акция «Добро и радость» в Рязанской областной детской библиотеке только стартовала, а неравнодушные рязанцы уже несут и несут подарки для детей Херсонской области. В приоритете, конечно, литература по истории России, произведения школьной программы, а также сказки, былины и научно-популярные издания для разных возрастов. Акция «Добро и радость» – это сбор книг и констоваров для библиотек в Херсонской области проходит уже второй раз. Первый раз прошла успешно. Мы очень довольны и получили отклики из Херсонской области. Мы собрали 4000 книг, адресованные взрослым и детям. Мы собрали констовары, приняли участие 29 организаций, и нас поддержали многие детские сады. В благотворительном марафоне принимают участие и деятели культуры. Среди них прозаика-поэтесса Ирина Иванникова, а также и Эпестова, вдова советского писателя Анатолия Митяева. Не пропустил сбор и Нурислан Ибрагимов, как и в прошлый раз. Сегодня он принес и свои авторские издания с автографом. Особенно художественная литература, которая всегда была мерилом ценностей и каким-то смысловым направительным движением в обществе. Поэтому для меня это дело сакральное. Наши рязанские писатели, они тоже ежегодно издают книги. Издают книги очень интересные, очень редкие. И я подумал, что поскольку нынешнее время характеризуется тем, что тиражи очень сильно уменьшились, и книги часто не попадают даже в библиотеки родного города, в котором мы живем. А тем более, значит, это будет ценный подарок для наших коллег в Херсонской области, которые наверняка будут рады таким подарком. Организаторы благотворительной акции приглашают принять участие всех, кто хочет поделиться добром и радостью. Принести книги и подарки для детей новых территорий нашей страны можно до 1 декабря. В Рязанской областной детской библиотеке будут рады всем. На этом у меня все. С вами была Марина Романюк. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова